Всем привет! С вами Макс. Сегодня я решила поделиться интересной историей о том, как я купил на Авито, что называется, некоторой комплектуху для Mac Pro. Заранее извиняюсь за разнос по звуку, потому что часть приходится снимать с айфона, а там как-то со звуком не очень. А делать нормально с ним пока не надо на самом деле. Спасибо. Начнем. Знакомьтесь. Это то, что я недавно купил на Авито. Это ништяное, как материнская плата от Mac Pro 3.1 2008 года. Продавец выставил ее вместе с вот такими двумя райзерами с памяти. После поставил, что память, материнка, говорит, работает Сопрано, работает нестабильно. Хотя, да, что-то неправильно поставил. Вообще она должна вот так вот, если уж посмотреть. Два камешка по E. Два камешка по 2,8 стоковые, которые шли на фигурации двухпососатной и принципиэтной головой тоже. Вот. Дальше вот два райзера и с памятью тоже. Не было понятно, что там он сказал. Вот две по 8, как он сказал, да? Собственно, я забрал. Ну, тут хотя бы радиаторы есть, это хорошо. И что? Ну, память мы сейчас поставим, потестируем. А вот материнку, я думаю, что потестим чуть позже. Собственно, я вот поставил вот этот Mac Pro 3.1. Вот сейчас. И не сейчас, конечно же. Попозже посмотрю, как она работает. Реально ли она оказалась такая глючная или еще что? Да, и когда спросил подавца, а где все остальное? Он ответил, что я, говорит, все выкинул. Я взял себе корпус, сделал в нем хакинтош или просто ком собрал на двух болтах и все. И остальное выбросил. То есть живая тройка, живой Mac Pro 2008 года. В довольно-таки неплохой, собственно говоря, комплектации. А там еще была 2 600 X9. И одни салазки. Но они уже нашли хозяина, кому они были нужны. Мне, в принципе, не хватает салазок этих. Так что вот, получается. Теперь у нас что? Кейс. Посмотрите, что это за оперативка. И второе. Такое. Долгое. Срочно, наверное, ближайшую, не знаю, сколько там. Неделю, наверное, чтобы снять эту мать. Мою. С моего Mac Pro 2008. Поставить вот эту. Посмотри, она работает или не работает. Что-то ему не понравилось в стабильности работы вообще. Человек не особо, как я понимаю, разбирался. В этом, поэтому не особо понятно. Так, ну что. Ставим рейзеры. Так. Один. И второй тоже. Вы поставите на место. Что он остается. Ладно. Поставлю уже за кадром, потому что нужно некоторое усилие. у меня, видимо, не хватает. И, ребят. Все. Разрестал на место. Запустим. Запустим. Подходим. Что там. Итак, помимо памяти, я еще установил вот сюда SSD-систему, потому что доставало вот сейчас все на месте. Давайте запустим. Так. Смотрим, что у нас здесь. Все нормально. Никаких, где бы, нет красных огней. Тех самых. Все. Включил все равно. Так. Ждем, 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 ждем. Загрузки. Видит это. А вот она и пошла. Ну, что теперь видим, что будет в системе. К сожалению, до конца я не покажу, потому что сейчас видеокарточка у меня 78-70, а она работает с Big Sur, который здесь сейчас у меня стоит, с эффектами вот такими. Ну, в общем, сейчас включимся туда, где загрузилась наша macOS. Так. Свернем пока что. Apple Music. Это что такое? Что-то старое. Давайте уберем. Посмотрим, что тут у нас об этом mac. У нас здесь что? А у нас здесь господи. Видите, да? Вот. Эти 8 и 8 оказались 16 и 16. Это 32 гига памяти. Ребят. Так. Реально. Вот, смотрите. Восьмисотая. DDR2. Вобедим. 32 гига памяти. Реально. Рели. Так. Смотрим, что у нас здесь такое теперь. Память. 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 Вот они. Вот они. Вопрос, что это за память? Потому что там не было никаких абсолютно данных по ней. А память это у нас сейчас мы узнаем. Нет, спасибо. Это нам не нужно. Уже. Уже. Мы свое отцепортили. Пойдем в Google. Так. Ну что. Посмотрим. Вот так. Тут вроде можно. О. Ребят. Вот. Это, оказывается, у нас. Кто? Это микрон. Итак. Микронская память. Ну, это как бы ни рыба, ни мясо. Конечно, не Ханикс. Самсунг вкусненькие. Но. Но. И не тот самый Kingston, который. Работает просто. Работает. Работает. Медленно. Черт и как. Но работает. А. Ладно. Ребят. Давайте. Так. Ну что. Так. Чего у нас здесь по температуре-то? Посмотрим. 64. 63. Вот так. Да. Давайте. тестик. Посмотрим. Че он нам даст. Какой-нибудь. Так. Снимем пятый бенч. И. Прогоним его. Так. Прогоним его. И пока поговорим о чем. Вон. Поговорить. Посмотрим на. Стабидор. Буду. Ну, в принципе, в первой. Фазе. Там неинтересно будет. Думаю, что. Наверное. Пока. Привернемся. Вернемся уже к концу второй фазы. Ну что. У нас пошла вторая фаза. Окончение. Давайте посмотрим, что у нас здесь творится с температурой. Пока что. Все нормально. Окончение. Но. Сейчас придет под конец уже. У нас что. Вентиляторы заработали. Вон. Видите, да. Процессор. На вытяжке. Борты поднялись. Поднялись. И, значит, идет нагрев. прогрев пошел так процессор у нас ядер на ядра вполне все тоже в норме он вообще по барабану на все это дело сервис тоже с 4 грамм тоже себя вполне хорошо так память пошла вверх он 70 вижу уже 70 вентиляторы шумят сильнее оборота поднимаются ну так ну в целом в целом отличного самом деле но ты память вроде тоже нормально себя привела хотя до корпус был не закрыт если закрыть по-другому немножко до 70 конечно на прогрелась значит она будет учитывая что до сих пор у нас идет охлад вытяжка как работает сильнее этого запина оперативки значит где-то какие-то мудрые просто невидимые они греются сильно на 1 до 80 скорее всего то есть надо надо будет менять прокладки термопасту на чипах на чипах коррекции там есть термопаста свои прокладки на чипах на память так ну что скажу для этого конкретно компьютера да вот этот этот очень хорошего это принципиально уровне на торги красота живет то есть все работает отлично вышел в целом не может выше не умеет так single core понятно что тут не будет ничего такого да 405 у нас 388 на что-то тут облашал ладно по мультикоре чего так и 532 давайте глянем черт у нас есть и 532 но вот видите да то есть он произошел своего мультикоре собрата что называется по несчастью почему такой низкий single core вот это очень интересно должен быть выше реально чего-то вот так возможно из-за того что там на одном канале реально и что-то сильно греется именно в плане памяти посмотреть то что а извините про причем потому что идет запись за захватывает экрана поэтому одно ядро все-таки участвует в этом пардон так ну что я скажу получилась очень интересная такая покупка спонтанно даже но нам совершенно спасибо легкие с авито который купил у меня до этого в прошлом году еще в предыдущую прошку идеально я бы сказал прошку просто чистенькую в идеальном корпусе с тоже восьмисотой памяти 16 габель 7 950 карточка и сссдшником очень интересным редким терабайт ником ну в общем там он его прям любит очень легко привет если вдруг посмотришь этот ролик вот ну что пора завязывать что называется спасибо что посмотрели зашли на этот такой спонтанный видео обзор того что я купил на барахолке что называется совершенно случайно вот без проверки просто взял все но оказалось казалось это вот такой неплохой кот мешке вот спасибо что что зашли будьте это здоровым живите интересно и весело главное не болейте и берегите себя и своих родных с вами был макс